Итак, в рамках уже какой-то доброй традиции у нас с вами стали выпуски видео раз в три дня. Что мы с вами хотели рассмотреть? Во-первых, на чем мы с вами в прошлый раз остановились и чего еще не договорили. При оформлении планов фасадов мы с вами не сделали выноску плана кровли. И сейчас, на данный момент, я хотел бы по этому поводу с вами поговорить. В первую очередь, для выполнения фасадов, связанных с проекцией плана крыши, у вас хотя бы должен быть черновой набросок плана крыши. Относительно чернового наброска вы уже будете его выравнивать по вашим высотам и уклонам крыши. Поэтому на плане кровли, как таковая высотная отметка и уклоны вашей крыши, еще не обязательно, потому что вы его будете сейчас модернизировать относительно общего вида вашего плана, который вы уже для себя как-то скомпоновали. Давайте приступим. На чем мы с вами остановились в прошлый раз? Мы перенесли проекции плана первого этажа, проекции плана второго этажа. И я начал говорить про крышу, потом я вырезал, чтобы сейчас более детально ее рассмотреть. Крыша как у нас с вами проецируется? Я буду крышу проецировать с двух проекций и, соответственно, по этому поводу поговорю. И сегодня еще, скорее всего, выйдет дополнительное видео по оформлению в соответствии с последними новыми ГОСТами выреза под лестницу, среза нашей лестницы поэтажной. Как она будет выглядеть на планах. Итак, вот мы с вами видим на планах наш домик. Я, находясь в слое фасад 0,5, переношу все вспомогательные мне линии вверх. Тяну. Перетягиваю все линии вверх. Основные, соответственно, с конька. Крыши тоже. И могу сразу же с коньков наших слуховых всяческих окон, либо изменений, изломов крыши. Пока этого не обязательно. Можно запутаться, можно и не выносить. Давайте я сначала вынесу все-таки основную крышу. Как я буду производить ее построение? Я отсекаю чисто вспомогательные линии мою крышу, уже относительно которой я буду выполнять построение. И потом состыкую крышу. Основное, что вынесено на MoodleCourse, вы должны не забывать, что у нас 800 мм. Если это крыша чердака, 800 мм от нашей крыши, края нашей крыши, до отметки 6 м. Соответственно, пола чердака, перекрытия нашего, должно оставаться. То есть, здесь должно будет оставаться еще 800 мм. 800 мм. И об этом уже рассказано в нашем курсе. Что делаем мы с крышей? Я вынес все основные отметки. Дальше я вам говорил, что буду делать крышу под углом. И предполагал я, что этот угол будет 30 градусов. И для данной крыши мне абсолютно он подойдет. Могу сделать и меньше, могу сделать и 20 градусов. На самом деле, для такого домика крыша будет выглядеть намного эстетичнее. Вы как определяете вид вашей кроли? У вас по заданию, по техническому заданию, если это кто-то делает по работе, либо по заданию студенческой, видно по картинке, как должен быть представлен ваш общий домик. Вы относительно этой картинки уже базируетесь. Я базируюсь, что у меня крыша, скорее всего, будет под углом 20 градусов. И мне она наиболее адекватно подойдет для данного типа проекта. В точке пересечения, в центральной, вот где мой конек, они сходятся. Вот факту линии, вот здесь у меня уклон идет. И сводится он вот в этой точке. Вот они сошлись. Теперь я могу удалить все, что мне не нужно. Обрезать. Удаляю все, что было сверху. И удаляю на данный момент все, что было снизу. Мне уже это не нужно. Сейчас я выделю все по проекту. И при помощи функции обрезать все это удалю. На самом деле, я мог просто удалить, выделив эти элементы. Вот две основные проекции. Дальше, что нам необходимо показать. Слуховое наше окно. У меня есть точка врезания моего слухового окна в крышу. И в соответствии с самой картинкой, вот эта линия у меня прямая, по сути дела, идет ровно в данном случае в горизонтальной плоскости. И на плане она будет идти в горизонтальной плоскости. То есть, если бы у меня здесь был бы скат, вот этого излома у меня бы не было. Я бы его удалил. И мог запросто с ним попрощаться. Но так как у меня есть вот эта прямая линия, в 99% случаев у вас пойдет прямой срез вашей крыши. Вот таким вот образом. И дальше уже проецируются все необходимые элементы. Здесь у меня линия 800 мм, вспомогательная для плана чердака уже оставлена. Я могу при помощи функции перенести, уже наложить мою крышу на данную линию. И продлить все, что мне необходимо. Вот то, что касается первой проекции по моему фасаду. Как вы видите, все не так уж и плохо. И все не так уж и сложно. По остальным проекциям моих фасадов. Давайте сразу же рассмотрим, сразу же сделаю для всех остальных проектиков. Я перенесу точно так же, скопирую план второго этажа, разверну в нужном направлении. Не путайте, не отображайте в зеркальном. Как вы смотрите снизу вверх, так и отображайте. Не нужно вот с этой точки выносить, пытаться фасад. Он получается зеркальный. Я разверну и состыкую. Как некоторые указывают, не обязательно стыковать ось на ось, иначе можно промахнуться. Но на самом деле вы себя так можете перепроверить, накладывая ось на ось, а можете и не накладывать. Как вам будет удобно. И план первого этажа. Копировать. Переносим. Они у меня будут немного накладываться, поэтому я сдвину сейчас все эти элементы и начну моделировать. У нас есть вспомогательные линии. Я в фасаде 0,5 пока все буду делать и потом уже перенесу необходимые слои. Я только уровень земли мне нужен на данный момент. Больше для моделирования мне ничего не нужно. Ну, на самом деле, для простоты я могу еще перенести отметку пола первого этажа, которыми остался тонкими линиями относительно моего плана подвала. Вспоминаю, в прошлом видео я говорил, что мы делаем его тонкими линиями. У нас чисто будет изменение нашего материала. Переношу вспомогательные. Перенес первую линию. Дальше при помощи функции копирования я переношу все проемы. Дальше поднимаю отрезок на 3 метра. Лучше при активном режиме орта это сделать. Удаляю все, что мне не нужно. А конкретно мне не нужно все, что сверху сейчас. Крыльички, как делается на виде сбоку, я уже показывал вам на вот этом отображении. У нас с вами они уже были. Теперь. Проемы. Я могу сразу же перейти в фасад 0.35. И смотрю по первому этажу. Здесь у меня оконный проем. Судя по всему, у молодого человека есть крыльцо, но там нету двери выхода на это крыльцо. Получается, два окна. Странно достаточно пересмотреть этот момент. Два окна, ну ладно, ничего страшного. В фасаде 0.35, 900 миллиметров. Поднимаю. Удаляю вспомогательную линию. Сейчас я на примере предыдущего проекта, чтобы окна у нас были одинаковые, я измерю окно, которое у меня располагалось на ниже стоящем уровне. Кратно 150 миллиметров, не забывайте его делать. 1050 миллиметров я делал, чтобы они хотя бы выглядели одинаково. 1050 миллиметров. Закрываю оконный проем. Вот он у меня. На этой проекции. Вот это окно. Вот его проекция. Так как они два одинаковых, я могу перенести просто при помощи функции копировать, удалю все, что мне не нужно. И почищу все, что мне не нужно. Сразу же перегоню линию разделения в тонкие. Они у нас останутся для наших планов подвального этажа. Что мы делаем дальше? План второго этажа. Он переносится аналогичным методом. В слое фасад 0,5 я переношу проекцию, проецирую план моего второго этажа. Второго этажа. Но, судя по всему, окна будут располагаться в тех же самых местах, поэтому мне все лишь нужно сейчас сместить линию на 3 метра относительно высоты моего второго этажа. Да, окна абсолютно точно так же. Я могу выделить оба этих окна, поднять сначала, состыковать с отметкой пола, а потом перенести на 900 миллиметров вверх. Это 12 кирпичей. Опять же удаляю все, что мне не нужно. И удаляю линию разделения между этажными. Вспоминаем, по прошлому видео я говорил о том, что если у вас из одного материала, то нам не нужно показывать линию разделения, потому что материал будет один и тот же. Если разного, то остается тонкая линия. Тонкая линия разделения материалов. Что я теперь делаю? На самом деле я могу продлить линию земли, либо сделать ее отдельно, перегнать линию в 0,7 и продлить ее. Продлевается она произвольно, чтобы потом подрезать при помощи видовых экранов. Мы еще с вами будем работать с ними. Теперь самое интересное начинается. Наша крыша. Я переношу ее конек, переношу ее толщину, переношу толщину нашей крыши, и начинаю переносить все линии связи. А конкретно какие? Конек, саму крышу и конек. Пока я занимаюсь только основной. Соединяю эти элементы между собой. Удаляю теперь все, что мне не нужно. На самом деле мне не нужны все линии, кроме нижней. Нижняя при помощи функции «Обрезать» удаляю. Вот таким вот образом. Соединяю. Опять же здесь у нас получается 800 мм относительно нашего чердака. Удаляю вспомогательную линию. Что я теперь делаю? Я проецирую мое слуховое окно. А вы скажете, как на виде спереди его спроецировать? Я переношу граничные все значения. Это, грубо говоря, конек нашего слухового окна. Переношу его в боковые все части. То есть откуда у меня, куда должны приходить линии. И переношу с плана второго фасада, откуда оно у меня выступает из моей крыши. И получается просто соединяю линию. Соединили. Удалили все, что не нужно. И если здесь будет у вас окно, то скорее всего этой линии вообще не нужно. Так у нас проецируется базовая крыша. Что вам еще необходимо сделать? Показать толщину кровельного пирога. Кровельный пирог в зависимости от сборки вашей крыши вы подбираете либо собственноручно, если это не мои студенты, в зависимости от региона. Если это мои студенты, у вас представлено уже на Moodle курсе несколько вариантов сборок ваших крыш. И соответственно вы должны показать толщину вашего кровельного пирога. Какой он у вас там будет по вашей толщине. То есть откладываете и второй контур вы прорисовываете. Дальше что? Окна я пока заполнение не буду производить, то что на прошлом занятии, в прошлом видео, я уже рассказал как оно делается, как смещаются все необходимые контуры, как отображается наше окно. Поэтому вы это сможете посмотреть на предыдущем видео, которое вы найдете в конце, с ссылкой дополнительной. Крыльцо все отображается тонкими линиями. Поступает вопрос. Если у нас крылечко смещено на минус 20, то есть вот он размер, я слой не менял, 20 миллиметров, почему он так делается и как вообще делается наше крыльцо? На самом деле оно просто смещается, чтобы у вас грязь с улицы и вода не проникала в дом, крылечко делается ниже, и в доме получается небольшой порог. А чего делать со ступеньками? А все просто. У нас первая либо последняя ступень, когда ее будет заливать, она будет меньше, чем последующая. У меня получается одна ступень 130, другая 150. Вы можете сделать это как последнюю, так и первую ступень. Вот таким образом получается смещение. Крыльечко всегда тонкими линиями отображается, и об этом более подробно еще я либо поговорю, либо вы узнаете на Moodle курсе. Крыльцо, как и балкон, всегда тонкими линиями. Не забывайте об этом. Это все, что основное, касаемо крыши. Я хотел сегодня представить на нашей встрече дополнительные. Итак, в предыдущем видео забыл указать о том, что нужно учитывать еще и толщину кровельного пирога, поэтому давайте я сейчас быстренько записываю и вмонтирую общую нашу честь. При помощи функции сместить, мы теперь должны сместить необходимый нам контур. 285 мм. Я смотрю на крышу свою с торца. 285 мм. Это холодная крыша. Для большей наглядности я покажу, как она выглядит, если я смещу внутреннюю часть. Сделаем ее якобы прозрачной, как будто выполненными эскизными линиями. Что мне теперь необходимо сделать? Прочертить прямой отрезок. Теперь при помощи функции фаска я их соединю. И вот у меня точка конца моей крыши. Теперь я могу от всего ненужного избавиться. Итак, что я сделал? Я при помощи функции сместить отложил толщину кровельного моего пирога для чердака 285 мм. Если смотреть с торца на этот участок, он не получится 285, он 314 с копейками. Поэтому да, у нас одно расстояние нашей крыши не будет равняться другому, потому что проекция у нас меняется и на самом деле он будет уже отображаться не таким образом, которым должен был ранее отображаться. Дальше при помощи фаски я все остальное посоединяю. И, соответственно, могу спроецировать. Теперь уже подровняю нашу линию общую. Вот при помощи функции обрезать. Могу так соединить. Проецирую низ нашей крыши на второй фасад. И соединяю в необходимых мне элементах. Вот таким вот образом будет представлен свес нашей крыши относительно общей нашей конструктивной идеи. На одном виде, на другом. А теперь вернусь к тому видео, которое немножко будет видоизменен. Что у нас с вами теперь уже будет предстоять? Вернусь назад. Также сегодня будет представлена подрезка нашей лестницы. Дальше я буду рассказывать по разрезам, по составлению, формированию, разреза нашего плана. Откуда он берется, какие линии используются и так далее. Все это вы узнаете в ближайших видео. И опять же, ждите, скоро появится Рэвид. Всем спасибо, что меня слушали. И не болейте. Пока.